Итак, всем привет! Меня не раз просили сделать обзор или вообще поделиться с рецептом, как я верю мясо. Собственно, вот рецепт. Самый простой. Я взял две упаковки свинины. Я хочу попробовать двумя разными способами. Во-первых, так, как я ел раньше и немного это, и по-другому. По-другому это в духовке. Без духовки это дольше, но в принципе способ проверенный. Единственное, в чем минус, это получается мясо немного соленое. Все, что мне нужно в данном случае, это раз мясо, два какие-то специи, но у меня, в самом случае, паприка и красный перец. И соль. Самый вот наш вытягивающий в воду элемент. Плюс моего самого способа мне нужны бинты обычные и, в принципе, еще ниточка. Ну, ниточку я потом принесу. Это будет на пару дней. Так, ну, первым делом режем мясо. Вот, приблизительно кусок. Половина всего этого пойдет в духовку, половина будет сушиться обычным способом, просто в бинтах. Так, та половина, которая пойдет у нас просто сушиться обычным способом в бинтах, она будет у нас сильно солиться. И после этого я ее поставлю в холодильник. Собственно, просто беру соль и намазываю мясо. В итоге получается, вот оно все в солье такое. Раз, то ли я не жалею, потом это все равно будет смываться. После чего все это дело ложится в душлячок, ну, или, не знаю, на сетку куда-нибудь кидается. И посолинка, чтобы она стекала куда-то. И ставится в холодильник, не знаю, на полдня. После этого можно будет уже снимать. Остальная часть, которая в духовку. Ее я тоже посолю, но в данном случае не так сильно, как в предыдущем. Тоже я его поставлю в холодильник, пусть постоит, не знаю, часов 5-6. Итак, прошло где-то часа 4,5-5. Ну, вот результат. Вот это я рассеял сильно, и стекло... Вот столько вот там стекло жидкости. Это там, где много соли. Но оно еще будет стоять. О, нет, а, кстати, его еще, наверное, надо сейчас посолить. Так, сверху немножко. Пусть еще стечет. Соль вытягивать сильно будет, на самом деле, очень. А вот, который я мало солил, ну, тут воды как бы вообще ништяк. Пару капель снизу. Оно мини-селеное. Но вот оно немного такое, мокренькое, на самом деле. Потому что соль все-таки вытягивается. Сейчас я это вот, вот этот, который я обработаю специями, я это поставлю в холодильник. Ну, я тоже поставлю в микроволновку. Ой, в микроволновку. Ха, в печку. Топиться, не знаю, не знаю, поставлю такой горяченький воздух. Пусть он несколько часов будет сейчас его усушить. Да, предварительно я его промою и нафигачу специями. А вот я получу что-то вот, вот такое вот. Так, я это дело сейчас нанизываю, поставлю на сетку и в духовку. Ну, вот так это будет выглядеть. Я его разложил, включил в духовку. Собственно, я не буду закрывать, просто все задвину, постил, чтобы не капало. Оно будет немного похоже на шашлыки, но не такой жар. Просто будет сушиться на горячем воздухе. Вот. Отставлю в духовку где-то так, пусть она прогреется, не знаю. Я думаю, где-то до сотки ее прогреет, может быть, 150 градусов. А потом сделать минимальный огонь, просто чтобы оно сушилось. Сушилось на горячем воздухе. Ну, это, скорее всего, придется сделать за один день. То есть, не несколько подходов. Прошли, не знаю, меньше суток прошло. Я специально вчера еще не выливал. Вот сколько набралось жидкости из вот этого вот. Сейчас его надо будет промыть и завязывать в бен. Собственно, сейчас этим и займусь. Промойте, намазать специями надо. То, что я вчера в духовке готовил, точнее, сушил, оно будет еще засушить. Но я сушил все в 10, оно будет еще. В итоге, получается, вот такие вот штучки. После этого, для закрепления, это все дело обматывается. Мелочко. Обычно просто, во-первых, сжимает мясо. И в плане того, что марля полно прилегает, и больше будет высаживаться из него ванна. Итак, последний этап. Я выжил это все на полнотеечке. То, что я смотал. Вот есть какие-то вот, видно, что мясо мокрое. Потому что марля начинает мокреть от выходящей влаги. Это все ложится на полотенечко. Оно тоже дополнительно вытягивает влагу. И на сквознячке, чтобы проходил воздух, ну и постоянно уходила влага. Главное, чтобы оно не лежало на солнце. Потому что, если лежать будет на солнце, то может возникнуть какое-то уже начнется огниение. Потому что при температуре бактерия развивается. Хоть оно и перченое, и все дела, но лучше уже не рисковать. День-два, и оно готово. Даже, скорее, три дня. Это уже более сушеная степень будет. Итак, пришел день результата. Вот эта вот штука сушилась полтора дня. Я еще несколько оставил. Может, еще что-то оставлю. Ну, получилось вот такое мясо. Оно, в принципе, еще сырое относительно. И так как здесь соли еще есть, оно будет еще сохнуть. Если его принести нормальные такие условия. Пробовал на вкус. Вот оно, это все вот это. Которая сушилась. Единственная проблема, как бы, может кого-то смутить, что когда развязываешь марлю, тут остается иногда хлопок. И кажется, что это плесень. На самом деле, это просто кусок, ну, марли, как бы пушок с марли. Вот. Вот оно такое еще мягкое. И оно высушится. Если его неделю еще сушить, оно будет вообще дубовое. То есть, и полностью полое. Вот это вот сушилось в духовке. Оно даже по виду немного темнее. Он такой темненький. И оно сухое вообще полностью. Вот это оно самое такое сухое. Точнее, еще вялое кусок. Само сухое, они уже ломаются просто. На вкус? На вкус. Вот это мне больше нравится. Оно немного соленое. Не такое, как обычно получилось. Но его здесь можно. Единственное, что потом все равно немного, чуть-чуть буквально пить хочется. Наверное, пока оно полностью не высохло. Такой эффект. Вот это вот на вкус, оно сухое, разжевывается, потом появляется вкус. Но запах и на вкус, оно не напоминает собачью еду, честно. Наверное, это какой-то прикол от паприки. Потому что это пахнет похоже. Но во вкус оно больше не напоминает. Вот это вообще сухое. Вот это тяжелее, возьмем, наверное, в два. Все это я не взвешивал, но возьму я, наверное, с собой большую часть этого и, наверное, большую часть этого. И это довольно-таки неплохой запас мясного такого белка. Плюс сыр. Вот. Вот такой мой способ сушения мяса. Всем приятного видения. И удачный поход. Субтитры сделал DimaTorzok